Утро после праздничное. Вот такое у нас утро с тортиком. Один крем. Теста и не видно. Такие были тонкие коржи. Очень нежный тортик. Там детки тоже завтракают. У нас такая погода, солнышко светит. Кофе в постель. Торт. У нас Новый год. Праздники продолжаются. Давно мы не распаковывали. Давно не распаковывали. Маму работы лишили. Нечего выкладывать. Будем распаковывать. Давай начнем с чего-то. Где ты был? Рассказывай сразу. В супермаркете был. Не буду рекламировать в каком-нибудь. Давай. С первого только начнем. Маму. Валя. Не, не, давай. Это на потом оставим. Очень нам понравился пирог с тунцом. Очень шикарный, вкусный получается. Друзья, советую. Ира, там это рецепт, если уже есть, где-то скинет. Есть, да, рецепт. Мы сделали много раз. Очень вкусный. Просто бомба. Масло. Какое-то германское. Экстра. Солодковая школа. 82%. Ой, смотри, я через маленькую дыру типа тащил. В общем, мы не покупаем другое. Друзья, для себя это нормально масло надо покупать. 82%. Меньше, там, знаете, 72% это уже как бы, ну как называется, не для самых любимых гостей. А 63% я вообще научу для кого-то. Это как, знаешь, покупают икру имитированную на праздники. Я вот этого никогда не понимаю. Зачем покупать икру? Если вы любите икру, купите хорошую. Так, ладно. А то, Саня, сам достану. Николь, я что-то рано тебя подпустил к этим. На. Ну, бляя. Ну, ну, ну. Попутем. Ну, вон. Ну, вон. Сразу не дал. Давай дальше еще распаковывать. Подождите. Не все, не говори. Смотри, еще пакет. Ты не то дал ей пакет. Давай. Еще пакет. Ух ты. Кто это? Сегодня у нас день барни. Барни. Дедушка привозил. Бабушка передала барни. Бабушка передала. Это папиные конфеты. Это протеиновые конфеты. Давай. Хлеба. Кукурузный хлеб какой-то. Хлеб. Хлеб. Еще парни. Еще парни. Дети просто в школу идут с понедельника. Запасы делаешь, да? А вот это? Это кому? Я купил. Напробовал это. Постилу тебе. Да. Она распробовала. Так. Это давай папе все. Папи. Папины батончики. Смотри. Папе. Так. Два папи. Три папи. Один тебе. Я тебя не обделил? Нет? Оттуда? Давай еще доставай. Еще там. Давай. Давай. Смотри сколько. Нам. Ну, надо доставай. Доставай. Моя. А. Вот тебе вторая. Давай. Давай еще доставай. Так. Папи. Нет. Папи разве? Да. Еще доставай. На детское похоже. Папи пять. Чек был отверган. Наверное, неинтересно. А вот это маме разнообразный кофе, чтобы пить. Это вот кокосовый кофе. Класс. Нет, подожди. Это апельсинки. Опять надо? Вот там еще есть. Давай папе доставай. Папи. Я уже сбился со счета. А какая? Это если в машину кидают, там в бардачок, чтобы иногда голод наступает, когда папа где-то ездит далеко, можно было перекусить. На ресторанной кафешке денег нема. Все. Вот это папе куча. Вот это тебе. Честно? Ну, не очень. Честно. Так, я купил еще апельсины. Да, кстати, мы распробовали. Мандаринки. Это я не был в супермаркете целых, наверное, дня три. Ты был перед Рождеством. Перед Рождеством. Все, садись. Садись, я тебя почищу. Или сама будешь чистить. Будешь? Она хочет пастилу. Сам ешь. Сам ешь пастилу. Она знает, что такое уже. Какая-то, это какая-то, это Пер Эппл. Какая-то. Эппл с грушей. Тут нет вот обертки. Такая-то, без обертки. Ладно, мы тогда попробуем эти мандаринки. Мандаринки уже трошки... Отходят? Навезли, знаешь, там, два вида мандаринок. Одни такие, которые вот такие, знаешь, как мячик. Кинг-бинг-бинг-бинг-бинг. Они никакие еще и с косточками. А вторые вот такие, Петра, помягче. Вот они вкусные. А ну, не только. Пробуем. О, вот это я понимаю. Пастила еще и с мандаринкой. Хорошо. Так. Вот это, в общем, пенсивные мандарины. Ого. Ого. Да. Насколько хватит? На день. У нас все дома. Ира, Оля, мандарины будете? Дети сюда. А ты баба часу съест? У них еще каникулы, они в компьютер рубятся. Последние деньки отдыха. Завтра уже привыкаем. Завтра в воскресенье. Восстаем рано. Потому что после завтра потом будет 7. Начинаем привыкать. Новый режим будет у нас. Мы так расслабились. Я по привычке первые дни просыпался, ну, как в школу ехать, там, без 27. Потом так позже, позже, позже. И сейчас уже 8 просыпаешься. Так, ну, что сегодня выспался? Чем больше спишь, тем больше. А дети вообще там до 10 спят. Не дети. Самое главное, что чем младше, тем они раньше встают. А чем старше, тем они дрыхнут. Например, 10 часов, если не разбудишь, они еще дальше будут дрыхнуть. Старость такая, чешок. А что, не помнишь, как мы с тобой спали? До часа, до 12 могли спать. Слышишь, ты спала. Слышишь, я на работу ходила. Тебе звонила, вставай. Я уставал-то я очень сильно. Мама звонит, говорит, Ира, что делать с ним? Он еще спит. А что, жена молодая была, я так уставал. Мы не были женаты тогда. Мы еще не были женаты. Мы после меня еще встречались. Я на работу ходила. Ты еще на работу ходила? А я уже не ходил, что ли? Нет, у тебя был отпуск. Ты решил отпуск провести. Я не мог. У меня плавающий график был. У тебя был отпуск. И ты решил его у меня дома что-то провести. Непонятно, чего. У меня был медовый отпуск. Да, у него был план сделать Машу. Я отставал очень сильно. Ось такая любовь, малята. Малята, да. Так, сегодня будет у нас шикарный салат. Да, я так устала от этих майонезных салатов, что просто уже не могу на них смотреть. Мы уже все переговорили. Вчера психанула, отварила овощи. Все, сегодня делаем. Да, да. Все, мы будем делать. Делать правильный. Мы какие майонезные ели? Шуфу ели. Оливье ели. Крабовые палочки ели. С кальмарами ели. Все ели. Курицу с ананасом ели. О, ты сейчас перечисляешь, мне уже дурно становится. Пять крабовых майонезных салатов. Я наелась на год. Пять, пять майонезных салатов. А их знаешь, сколько видов этих майонезных салатов? Знаешь, что мы будем делать? Я помню еще, когда мы вспомнили вот эту вот молодость. Что мы не делали? Мимозу. Не, я не умею его делать. У меня невкусно получается. Это я помню шикарное такое блюдо, такое выносилось. Это мимоза. Боже мой. Я же вкус даже забыла, честно говоря. Я не хочу, это невкусно. Я не знаю. Напишите, друзья. Как вам мимоза? Как вам мимоза, если у вас вкусная, напишите рецепт. Что еще? А то я не помимойся точно. Ой, не хочу. Я тебе на день рождения сделаю. Хочешь? Я слышу, что не надо. Консервы. Давай просто мы его вспомним по чуть-чуть. Маленькую баночку сделаем. Я помню его просто вот на таких вот этих тарелках. Там все было с майонезом раньше. Но его почему-то ничего всего ели. Напоследок, да. Ты помнишь этот салат наш? Не помню, но были вкусные. Ты же была маленькая такая, как Николька. Когда мы ее ели в последний раз. В последний раз, да. Ну, это не наш любимый салат, точно. Все, майонезное сейчас вообще все. Знаешь, что мне хочется? По запретам. Нет. На твой день рождения будем делать это с курочкой. Как это называется? Сал Цезарь. Цезарь сделаем. Яйца. Может, что-то в том березе печем? Посмотрим. Пока есть время у нас. Знаешь, что у нас есть? Ребрышки. 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 Божечки. Мы так давно привозим его. С картохой. Так вот, а потом. И какой-то полезный салат. Когда надо. Майонезный? Не, не, полезный. Наоборот, это что-то. Ребрышки. Друзья, подкиньте идейки. Что готовить Валерия на день рождения? У меня все. Я уже на марк и день рождения. У меня уже не было ни настроения, ничего готовить. Ни желания. Что я хотел бы у нас в день рождения? Кроме торта. Знаешь, вот это вот? Торта. Лежит красивая девушка, и с нее едят вот это вот. Фу. Я не хочу есть женщины чужие. Как их, ну, ты понимаешь? Ну, я поняла, но. Суши вот эти. Я брезгливая. Я не буду есть. Ты даже... У меня помоешь. Фу. Я ее сам помою. Это ты подарок на день рождения заказываешь? Очень, да. Без нас. Собери там кого-то там. Дедов таких, как ты. Ну, зачем мне деды? Ладно, я отдельно с девушкой соберусь. Ну, ее накрою. Я пойду. Мне уже так надоели эти праздники, что я согласна. Иди с девушкой, хоть с мальчиком. Не, не, не. Ну, 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 ну. Не нормально. Добрый день. Не, не, не. Не добрый, не добрый день. Не добрый, не. У тебя еще осталась такая штука. Ну, нет, чуть позже. Хорошо. Скоро обед надо. Да, мы уже готовимся к обеду. Мои помощницы на кухне. Дедушка нам компотик привез. Я уже накрошила на винегретик. Сейчас перемешаю и буду делать обед. У нас по субботам девочки убирают, а мама готовит вкусный обед. Что такое? Ты что такое сонная, уставшая? Все, салат готов. Заранее я замариновала беточное мясо и отбила. Вот вам и лайфхак, как успевать. Меня спрашивают женщины. Ира, как же ты успеваешь и не проводить часами на кухне? Делать себе полуфабрикаты. Заранее. И тогда все быстро. Сейчас покажу, что у нас еще. Вайб. Вайб я называю. Замерзли? Папа нам зажег камин. А то мы так замерзли. На улице снежок идет. А руки замерзли, нос замерз. У меня в первую очередь замерзает нос, почему-то. Ты не знаешь, почему, Валер? Вчера вышли с Валерой на спорт, у меня нос, я думала, отвалится. Потом начала ходить, ходить, отошел. Но нос в первую очередь замерзает. Хоть бери этот, на нос одевай варежку. Так, что будем готовить? Какую кашу? Какую? Какую кашу? Давай, которую мы еще не готовим. У тебя есть какая-то, может, это ярко, чешусь от этого вот? Дровка, я-то с... Пшеничная. Есть пшеничная? Пшеничной нету. Ну, может, там? Ну, мне та не нравится. Она комбикормом пахнет, который в гуманитарке. Хоть и я и отбила беточное мясо, но семья потребовала что-то с подливкой. Поэтому я нарезала и делаю, типа, быстроганно. Только у меня будет вот такая вот вкуснота, порошочек. И водички добавлю. Тут уже есть специи все в этой заправке. И рис приготовлю на гарнирчик. Рис вообще супер блюдо. Он как этот работает. Скрабик, да? Для кишечника. А ты что, кеш? Кешен компот. Сладкий такой! Сладкий, как жизнь! Сладкий, чтобы тебе жизнь была сладенькая. Чтобы сахарной пожалели. Для зятени жалко, для внуков. Хорошо. К нам блюдо, кстати, в понедельник должна приехать. Тоже надо думать, что готовить? Что готовить? Селедки, картохи в мундировке. По-простому. По-сельскому? По-сельскому. Так, мяско уже готово. Я еще сметану добавила и укропчик. Красота. Доедаем сыр. Уже почти доели. Вкусный оказался. Такой брали в метро по скидочке. Все, уже доели. Все, я накрываю нам обеденный стол. Все, наш такой скромненький обед готов. О, салатик, винепетик. Николька уже уплетает. Ближе, ближе тарелочку. Подвиньте и ближе. Вот так. Зовите деток, да. Все. Я уменьшила себе тарелочку, чтобы трошечки, как это, сбить, сбить аппетит. Я не знаю. Такие не хочется. Маш, ты тут сидишь? Ну, тут меньше немножко положено. А где я сижу? А ты возле меня. Вот папа. Марка не хватает. А так все. Смочного, детки? Да. В какие стороны тебе разнесло? Смотрите, какая красивая у нас погода. Такой снег пушистый пошел. Прям зимняя сказка. То, что мы и хотели. Красивую зиму. Год начался хорошо. Девчонки гуляют по снегу. Николь ушла от них подальше. Топ-топ-топ-топ. Гуляет. Кира уже домой зашла. Плохо видно их. Темно. А там Николяшечка маленькая. Так. Тлеет. Камин. Греет нас. А то зима уже, ползимы прошло. А мы камин аж когда в ноябре зажгли. Зажигали. А, кстати, во время обеденного сна, когда Даша спала с Николькой, мы с Машей делали пирог. Маша захотела. Говорит, хочу что-то сама приготовить. Я говорю, давай шарлотку приготовишь. Это самое простое. Вот как раз с улицы с теплым чаем, молочком будет то, что нужно.